Садитесь сюда. Так, молимся. Господи, Духи Христиан, Сыне Божие, благослови наши занятия. Валу, посадите. Сюда, вот так. Все видно было, все слышно, да, Варя? Мы сегодня сейчас прочитаем всю главу, она небольшая, третья глава, Евангелие от Матфея. Это первое Евангелие, напоминаю, да? Кто знает, как другие Евангелия называются? Как Нестор знает. Давай, Полина, Евангелие от Матфея, дальше какой, Люк? Евангелие от Луки. От Луки, но она пропустила еще одно. Ну, вы знаете, вы большие, вам поверено знать. Так, от Луки, от Матфея, еще есть Евангелие, Евангелие от Иоанна, так, и еще вот второе Евангелие, самое короткое. Ну, давай, Несторая. От Марка. От Марка. Евангелие от Марка. Прочитаем Евангелие от Матфея, третья глава. В те дни, а в какие те, о которых говорилось в предыдущей главе, в те дни, приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и говорит, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное, ибо Он Тот, о Котором сказал пророк Исаия. Глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу прямыми, сделайте тези Ему. То есть Иоанн Креститель призывал к покаянию, да, и призывал к крещению. Он говорил, нужно покаяться, приблизилось Царство Небесное. И говорил о пророчестве, которое было в Ветхом Завете. Пророчество пророка Исаии, вот эти слова, глаз вопиющего в пустыне. «Приготовьте путь Господу прямыми, сделайте тези Ему». То есть это говорил пророк Исаия о Христе, так? О Христе говорил в сороковой главе третий стих. Что такое глаз вопиющего в пустыне? Всем понятно слово глаз, Ифросинья? Голос. Голос, голос, по-славянски глаз. Слышен глаз, да? Глосят, голосят, то есть голоса. Это не глаз, в котором смотрят. Глаз. Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих. А пищу его были акриды и дикий мед. Акриды это что-то? Это кузнечики. Кузнечики такие, да? Ну, то есть какие-то вот бегали. И дикий мед, то есть там где пчелы дикий мед собирают, он вот им питался. Тогда Иерусалим и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к нему, к Иоанну Крестителю выходили, и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. И увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им, порождение Ехиднины. Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния. Видите, он их как называл, порождение Ехиднины. А кто такая Ехиднина? Ехиднина это какой-то такой зверек, да? Зверь. Какой-то, наверное, нехороший, раз он их хотел обидеть, оскорбить. Нет. Какой-то не очень хороший. Игнать Тихонович, Ехиднина это... Что за животное? По-нашему это как? Не слышите? Это, по-моему... Это змея, по-моему. Не помнишь, Аня? По-моему, Ехиднина это вот что-то какое-то животное, вот где-то... Не знаю, я сейчас могу ошибиться, давайте вот я проверю, завтра скажу точно. Что-то вроде, которое то ли пожирает своих детенышей, то ли что... Все могут своих детенышей пожирать, если больной. Ну, вот... Ну, какой-то вот... Я думаю, что это какой-то кто-то из присмыкающихся. То ли ящица, то ли еще кто-то. А, нет, а мне кажется, что-то меховое какое-то, типа норки или еще что-то. Ну, давайте... Ну, и Девицей, надеюсь. Вот завтра кто придет? Вы завтра придете? Вот давайте, братья, я вам дам задание найти. Это выход в интернет есть. Найдите, кто такая Ехиднина. Вот именно вот, о которой здесь Евангелис говорит. И почему он Саддукеев и Фарисеев называл вот этим порождением Ехиднины? То есть оно какое-то нехорошее, наверное, зверек, раз он хотел жить. И обидеть вот как бы. И не думайте говорить себе, отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира, прикольный дерев сидит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Значит, что такое секира? Топор. Топор. Это какой-то инструмент, которым можно срубить дерево. Я крещу вас в воде в покаянии, но идущий за мною, это говорит Иоанн, но идущий за мною сильнее меня. Я не достоин, Варя, сюда смотри. Я не достоин понести обувь Его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Это Он о ком говорил? О Христе. Он говорит, что вот я-то вас крещу, но тот, кто после меня идет, еще более, вот, они же любили, народ как любил Иоанна Крестителя, ходили к нему, слушали Его, покаялись, каялись и крещение принимали. Но Он говорит, а вот тот, кто идет после меня, настолько велик, что я не достоин даже понести обувь Его. Ну, самое, что может там прислуга, рабы, что они делали? Могли там обувь носить, да, какую-то такую очень грязную работу выполнять. Так вот, Он говорит, я даже обувь не достоин Ему понести. Не достоин. Сказал бы, я достоин только обувь нести, только обувь. Вот такое они. А Он говорит, даже обувь я не достоин понести. Я не достоин понести обувь Его. Он будет, вот насколько, значит, Он будет велик. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. То есть, этот водой, а тот будет огнем. Ну, подумай. Лопата Его в руке Его, и Он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожгет огнем неугасимым. Про какую лопату Он говорит? Лопата Его в руке Его и очистит гумно и соберет пшеницу. Кто знает, что такое гумно и что такое пшеница и лопата? Ну, давайте вот три опорных слова. Пшеница, ну, которую собрали с полей. Гумно это? Гуман. То есть, сельскохозяйственный колледж. Гумно это, ну, это что-то типа амбара, какого-то хранилища, где хранят пшеницу. Ну, она же не на улице будет храниться. Ее собирают и засыпают в хранилище в это. И очистит гумно и соберет пшеницу в житницу, а солому сожгет огнем неугасимым. То есть, солому и всякие разные примеси, да, нужно будет убрать и пшеницу очистить. А при чем здесь лопата? Потому что брали, черно подбрасывали. Правильно. Правильно. То есть, таким образом чистили, да? Вот я не видела, как пшеницу чистят, но я видела, как мы с бабушкой выходили, чистили семечки. Вот она насобирает семечки, набьет их, они вытряхнутся из этих вот таких подсолнухи большие. А теперь, говорит, надо пустые семечки, пустые. И разный вот это мусор, который попал туда, вот когда сеешь, там какие-то запчасти эти, лепестки, там соломинки, травинки попадают. И вот семечек много, вот такая вот лежит гора. Она говорит, да пойдем веять. Мы выходили, на полянке вот так расстилали большую такую какую-нибудь палатку. Ветер должен был быть, ну такой не сильный, но такой, чтобы был. И вот так вот это подбрасывали. И тяжелые семечки падали на растерянную палатку. Ветром их вот так вот немножко сносило. А которые пустые, все пустышки, ветром уносило туда, дальше. Это там уже дальше, значит, вот мусор. То есть, вот эта первая кучка, это была полная пшеничка. Они тяжелые, они сразу падали. То есть, а пустые улетали. Вот точно так же раньше сеяли пшеницу. Ее нужно было очистить от всякой примеси, от трубей, там, так скажем. От всяких вот, а солому. То есть, вот этот весь мусор, солому нужно было сжечь неугасимым. Ну, Иоанн, Иоанн Креститель же не про пшеницу здесь речь-то говорил. А о ком он говорил? А о этих. Ну, у меня вот сегодня братья только работают. О ком он говорил-то? Разве он про пшеницу речь-то вел? Нет. А про кого, Полина? Про людей. Кого? Правильно, про людей. Что пшеница будет отдельно. Пшеница это, ну, люди, которые ему служат, а то, что отлетает и отбросит, ну да, то это грешные люди. И куда они пойдут, говорит? А солому сожгет огнем? Неугасим. Неугасим. И все понятно, да? Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иорданке Иоанну креститься от Него. Это вот сегодняшний праздник. Вот мы приблизились к нему. Иоанн же удерживал его и говорил, мне надо накреститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне? Из этого мы что понимаем, что Иоанн его узнал. Видите, к нему идут десятки, может быть, сотни людей идут креститься. И тут Иоанн удерживал его и говорил, это мне надо накреститься от Тебя. Иоанн ему такое говорит. То есть он узнал, кто к нему пришел? Узнал. И Ты ли приходишь ко мне? Говорит Иоанн. Да? Это вот он ему говорит, потому что Ты ли приходишь ко мне? Ты с большой буквы. То есть он обращается ко Христу. Но Иисус сказал ему в ответ, оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Ну, то есть он ему говорит, перестань. Нам надлежит, вот исполнить всякую правду. Как бы должно сейчас все произойти, так и... А тот хотел поменять, да? Это не я тебя буду крестить, это я тебя должен. Он понял, что вот великий-то человек пришел. Бог. Тогда Иоанн допускает его до крещения. И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и все отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него. На него на кого? На Христа. То есть Иоанн увидел голубя, это был Дух Божий, и он сошел на Христа. И все глаз с небес глаголющий, все есть Сын мой возлюбленный, в Котором мое благоволение. Вот этот был голос с небес в этот момент. И вот этот праздник, вот этот праздник сегодня, как называют, который сегодня 19 января? Троица. Здравствуйте. Здравствуйте. Батюшка. Батюшка. Праздник называется «Богоявление». Правильно. Все знают его как крещение. Просим, молодец. Сказала «Богоявление». То есть Бог явился, Бог явился, и явился он в виде троицы, действительно. Бог, Отец, мы его услышали в виде голоса с небес, да, который сказал. Бог, Сын, это Иисус Христос. И Бог, Дух Святой, в виде голубя сошел на него, который спускался на него. То есть вся троица явилась. Бог явился одновременно. И этот праздник поэтому называется «Богоявление». Понятно? А не только праздник крещения Господня и Богоявления. И дальше уже события, когда Христос возведен, был в пустыню. Уже когда были искушения. Понятно, какой это праздник? Вот сегодня по всей стране, и не только в нашей России, будет проходить этот праздник. Будут службы праздничные. Православные, кто правильно православный, будут его именно праздновать. Пойдут на службу, помолятся, наберут освещенные водички себе домой. Но есть такая очень уже популярная традиция – обязательно окунаться в прорубь. Вот я вчера как раз ехала, по радио слушаю передачу, выступает наш местный тут, по-моему, это был дьякон. И он отвечал на вопросы, нужно ли, не нужно ли. Всем же интересно именно вот про это, окунаться, не окунаться. Он сказал, что церковь лобильно к этому относится, но это не церковное действие, окунаться в эту прорубь. Это не церковное. Людям вот так вот традиция уже такая стала. Но один даже священник, это в газете было написано, даже хотел вообще перестать эту прорубь делать. Ну, воду осветить, набрать, все без проруби. Почему? Потому что до того люди уже это превратили в какое-то шоу, то есть лезут в эту воду, пьяные, ночью, делают селфи, фотографируются, снимают ролики, ведут себя безобразно. Тут же приходят к этой проруби, ну это в деревне где-то, выпивают. И поэтому превратили в уже просто такое мерзкое событие. Церковь не запрещает окунуться, пожалуйста, кто, особенно моржение это любит, это для здоровья полезно, не против. Но ведь люди говорят как, я сейчас окунусь и все грехи с меня сойдут. И этот вот дьякон, он подчеркивает грехи, грехи у человека, когда он может отпуститься, грехи, очиститься от грехов. Когда? На покаянии, то есть в таинстве исповеди. На исповеди, когда человек кается, а не когда в холодной воде окунается, правильно? Может быть это и для здоровья хорошо, может быть даже кому-то духовно это даст какой-то заряд. Может быть, они вот и сказали, мы не запрещаем это все, но это не церковное. В этом нет очищения грехов, не надо обманываться. Понятно? Поэтому, я не знаю, у нас, по-моему, никто вообще не окунается, не ходит в эти... Сегодня крещение и будет купаться в проруби. Это все язычество. Большая статья появилась уже несколько лет, перепечатает, епископа нашего Евтихия. Крещение единое, говорит, единое крещение, ни два, ни три. А Галя где? Еще нет. Не знаю, наверное, дети учатся в школе, сегодня же суббота. Учебный день. Ну, позвонить можно, она еще успеет приехать. А бедница будет, короткая служба. Давайте, смотрите, можно было бревать. У нас вот Лера тоже сейчас в школу ушла. Сегодня же суббота. Она успеет. Завтра день общины, не забывайте. Завтра уже? 19-го, после 19-го, 1-го воскресенья. Там написано в коридоре. Тихонько, тихонько. Ваня, ровненько. В храм иди. Суть на день. Лера, с поля. Сейчас я положу это. Открою это. Открою это. Да. Да. не соединение веры в разум неприступны я славы я по благословенности вовеки веков аминь господи помилуй господи помилуй господи помилуй слава отцу и сына и святому духу и на ней приисно и вовеки веков аминь честнейшую тюрвим и славнейшую без сравнения серафием безыслением богослововавшую сущую богородицу тебя величаем именем господним благослови очень аминь